вовремя убрать лук с грядки это есть одно из важных условий получения урожая с хорошей лёжкостью поэтому я сегодня буду собирать свой луковый урожай а заодно буду рассказывать все важные детали в этом процессе итак начну с главного это как понять что лук уже готов к уборке и если считать по времени то это в среднем через 3-4 месяца от посадки но погода каждое лето разная и сорта тоже разные и поэтому если это время прошло то определяем готовность по внешним признакам например если перо массово увяло и пожелтело и при этом у основания луковицы шейка истончилась и усохла само перо полегло на землю а верхние чешуйки луковицы шелестят и легко снимаются то значит самое время убирать урожай поэтому если все эти внешние признаки готовности урожая уже на лицо то переходим к следующему этапу уборки лука причем замечу что затягивать с уборкой надеюсь на то что головки еще посидят в земле и еще больше увеличится в размере не стоит так как если его передержать в земле то луковицы могут вновь дать корни из донца начнут отрастать мелкие луковички и вот такой уже лучок храниться не будет а это значит что его уже можно считать как потерю урожая и тут же первым делом напомню что для того чтобы луковицы хорошо хранились как минимум за пару недель до уборки поливать его нужно прекратить полностью так как у корнеплодов которые напитаны влагой повышается риск загнивания и поэтому они будут плохо храниться но если же в вашей местности в это время шли дожди то ничего не поделаешь и поэтому наша задача сейчас это хорошенечко просушить урожай и для этого мы выбираем сухой и солнечный день и выдергиваем луковицы с грядки это можно сделать или же вручную или с помощью лопаты или вилл смотря какая у вас земля и как легко они достаются из земли затем тут же на грядке раскладываем их вместе с ботвой в один слой на просушку единственное замечу что если солнце слишком жаркое то надолго оставлять под прямыми солнечными лучами выкопанный урожай не нужно или же тогда луковицы могут просто свариться в дальнейшем же я свой лучок убираю под навес где тенек и небольшой сквознячок там он еще с недельку просушивается и только вот уже после этого когда ботва еще немного увянет то я сплетаю луковицы в косу для меня это самый простой и удобный способ хранения его зимой только для этого нужно заранее приобрести полипропиленовый шпагат и не пропустить тот момент когда перо у лука еще эластичное и не пересохло или же тогда оно будет просто обламываться а все остальные подробности техники самого плетения я рассказывала в одном из видео ссылку на него закрепляю в описании и комментариях к этому ролику это делается настолько просто и легко что я уверена сможет абсолютно каждая хозяйка ну а в завершении пару слов скажу еще и о семейном лучке который я тоже теперь сажаю в небольшом количестве каждый год и конечно же о моем самом любимом сорте лука exhibition который я выращиваю через рассаду напомню что семейный лучок это такой лучок который растет кучками то есть сажаю я одну луковичку а из нее вырастает сразу несколько то есть как будто бы целая семейка только вот как я уже сказала они все небольшого размера но зато этот лучок очень сочный и вкусный и очень хорошо хранится зимой даже гораздо лучше чем репчатый а в целом полегание листьев это есть сигнал к уборке любого сорта лука не только репчатого и поэтому визуально определяем готовность урожая точно так же его убираем с грядки раскладываем на просушку под навес и уже затем любым способом закладываем на зимнее хранение то же самое касается и такого нетипичного крупного лука как exhibition этот сорт отличается от другого лука не только своими крупными размерами но и сладостью корнеплодов жаль только что он недолго хранится и поэтому летом его самое время использовать в салаты растет он на грядке полностью на поверхности и когда уже созревает то его перо тоже желтеет вянет концы высыхают скручиваются и луковица даже может заваливаться на бочок и несмотря на то что он выращивается чуть хлопотнее чем обычный сивок из-за того что его нужно выращивать через рассаду но даже от внешнего вида таких вот крупных луковиц уже я получаю эстетическое удовольствие ну и наконец перед тем как отправить наш луковый урожай на хранение то его нужно еще и отсортировать и напомню что крупный луковица хранятся гораздо хуже чем тот же средний или же мелкий лучок откладываем на посадку этой осенью спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал и и и